Все равно для этой жизни все мы, детки, все равно расставить свои отметки. Превратить последний звонок в настоящее торжество несложно. Об этом Михаил Татаринов знает и готов рассказать всем желающим. Каждый год директор школы «Земля родная» поет для своих учеников. Такая здесь сложилась традиция. А вот от всенародной встречать праздники звоном бокалов пора отказываться. В принципе у тех же подростков, у юношей есть огромное количество других дел, с помощью которых можно получить тот же самый адреналин. То есть это возможность и спеть, это возможность посоревноваться. В конце учебного года забот у школьников хватает. Надо сдать учебники, подготовиться к экзаменам, отрепетировать последний звонок. При этом учебного процесса никто не отменял. Родителям будущих выпускников тоже расслабляться некогда. У них голова болит за будущее и главное за здоровье их детей. У меня в этом году у самой девятиклассник, скажем так, выпускник на первом этапе. И я знаю, что такое вот этот возраст переходный, как его называем мы часто, когда ребенок считает себя взрослым, когда ребенок старается подражать, скажем так, не очень хорошим повадкам взрослым. Вот и родилась несколько лет назад инициатива запретить продажу спиртного в день школьного торжества. В этом году Совет Родительской Общественности решил однозначно, эту традицию сохраняем. И очень радостно, что многие предприниматели вот эту свою функцию пропаганды здорового образа жизни, пусть хотя бы в один день, но они ее поддерживают. Для предпринимателей, у которых есть торговые павильоны или целые магазины, праздники дни особые. Людям надо всего и в большом количестве. Значит, прибыль растет. Но с утверждением, что правила торговли диктуют выгоды, директор флагмана не согласна. Ольга Сергеева поддерживает родителей на все сто. Продавать алкоголь молодежим – преступление против совести, уверена она. Это наше молодое поколение, которое мы должны поддерживать, естественно, и должны за этим четко следить обязательно. У нас у всех дети, поэтому надо это понимать. Осталось чуть-чуть, и школьники отправятся во взрослую жизнь. Начинать этот путь об руку с опьянением и похмельем нельзя ни в коем случае. Именно от первых шагов зависит, куда дорога приведет. Эту простую истину сегодня пытаются объяснить своим чадам их родители и напоминают – любители выпить быстро становятся профессионалами. Евгений Галимов, Артем Тонских, Давид Давитошвили. Служба новостей «Импульс».